Итак, мы с Александром находимся у компьютеров, здесь открыто огромное количество разных вкладок, потому что северное сияние это не просто угадайка, это серьезная аналитическая работа. И вот Александр сейчас расскажет, как это происходит. Как анализ строится? Да, приветствую всех. На самом деле это подобно детективу. Сначала мы наблюдаем заранее, загодя, может быть за несколько дней, а то и более какие-то всплески на солнце, которые происходят. Это могут быть вспышки, вот видно, как корона солнца увеличивается, происходит какая-то вспышка. Это могут быть так называемые корональные дыры, вот видна такая черная область. Они видны для нас визуально, как пятна темные на солнце. И они порождают высокоактивный так называемый солнечный ветер. Это продукты радиоактивного распада, которые происходят на солнце. Они устремляются в космос. Часть из них может быть направлена в сторону Земли, и это контролирует спутниковые системы. И вот как раз они дают нам свежие спутниковые снимки солнца. И тем самым и ученые, и, собственно, мы подглядываем за ними, могут рассчитывать, что через некоторое время у нас будут магнитные бури. Но полярные сияния на широте Мурманска возникают не только в период магнитных бурь, или геомагнитных бурь, когда достигают это Земли. Например, ситуация сейчас. Сейчас геомагнитной бурь нет, она недавно прошла, но полярные сияния все равно будут возникать. Поэтому мы для этого анализа смотрим, помимо KP-фактора, который считает, что это, многие считают, что это самый важный момент, на самом деле это не так. Даже при относительно небольшом KP, вот видно, где единица, двойка, могут возникать полярные сияния, и даже симпатичные. Главное, что они продолжительные. Мы смотрим солнечный ветер, или вот тот самый поток солнечной энергии, который идет. Его считывает спутник и раскладывает на разные данные. Например, мы здесь видим плотность солнечного потока, вот здесь вот этой линии, в данном случае напряженность магнитного поля, белая линия. Скорость солнечного потока, это главные показатели. И не менее важный показатель, это направленность магнитного поля и его поведение. Потому что магнитное поле Земли защищает нас от этой разрушительной солнечной радиации, и, в общем-то, выполняет свою функцию. Но северное сияние, это взаимодействие потока солнечных частиц с атмосферой Земли. А чтобы на нее добраться, нужно пройти магнитное поле. Это очень большая дистанция. И вот спутник находится как раз на краю магнитного поля, и он замеряет, что там происходит. И в случае того, если благоприятные условия складываются, магнитное поле пропускает сквозь себя эту энергию, потом силовые линии магнитного поля рвутся, и все это заходит в область полюсов у Земли. С северного полюса и южного полюса магнитного. Когда это происходит, мы видим полярные сияния. И когда происходит воздействие на магнитное поле Земли, мы также можем отслеживать это на так называемых магнитометрах. Это наземные станции, которые улавливают. Что-то происходит. Вот вчера это произошло примерно в 4-5-6 утра, магнитометры возмущались. Сейчас они неспокойны, видно, как происходят изменения. Это означает, что фактически сейчас мы уже должны выезжать. Но выезжать только если облаков нет, да? Совершенно верно, да. То есть погода является критическим фактором в территориях с переморским типом климата. В данном случае у нас выдалась просто волшебная погода. Несмотря на то, что у нас минус 25-30 за окном, но у нас открыто небо. Это видно не только из обычных прогнозов погоды, которые можно посмотреть, загрузив данные. Но это видно из данных метеостанций. То есть по факту мы получаем данные метеостанций. Мы видим, что у нас на моделях погода открытое небо. И даже спутниковый снимок свежий, который мы получили буквально в 6 часов, также показывает, что облака есть над Баренцевым морем, к югу от Кольского полуострова, над Карелией. А наша территория открыта. То есть точно надо ехать. Вот. Вот. И все. Друзья, выдвигаемся варить северное сияние. Поехали. Так. Саш, мы с тобой находимся сейчас в центре города. Считай, вот центральной точке города Мурманска. Так, конечно. Мы свои посмотрели на карты. Мы знаем, что сегодня там геомагнитная... Не, как называется. Солнечная активность есть. Небо чистое. Вот. Куда мы едем? И почему мы едем туда? И какие вообще сейчас у тебя мысли и планы для нашей группы? Да. Спасибо большое, Дима. Вот. Мы на самом деле выдвигаемся сегодня, потому как ожидали, можно сказать, практически идеальных условий, таких как чистое небо сегодня несколько дней. То есть, несмотря на то, что небо чистое, оно еще может и не пройти? Так и нет. Да. То есть, здесь два важных фактора, составляющих. Это, условно, погода достаточная для того, чтобы вести наблюдение. Это может быть даже немного облачно, но, по крайней мере, больше с значительными частями чистого неба. И второй важный фактор – это набор условий, в результате которых возникает полярное сияние. Условия в магнитном поле Земли и солнечном ветре или излучении таковы, что оно вызовет северное сияние. Небольшое относительно, по нашим меркам, то, по крайней мере, его легко можно будет видеть. Поэтому далеко ехать не придется. Порядка 15-20 километров. Посмотрим, если там хорошие условия. И будем дальше ожидать. У нас вот здесь вот горячий кипяток, будет чай. Саш, мы съехали с дороги сейчас. Почему мы у дороги не остановились и там не ловили северное сияние? Ну, в целом, трасса – это, во-первых, небезопасно. Да. С точки зрения движения дорожного. Во-вторых, я сам люблю, чтобы люди погрузились, ушли от цивилизации, погрузились в покой, тишину, увидели красивую природу. И на фоне этой природы вот произошло такое слияние, потому что, когда возникает северное сияние, то, ну, людей посещают просто эмоции нереальные. Ну, мы уже здесь где-то час находимся. Мы увидели небольшую вспышку северного сияния, совсем слабенькую. Конечно, на фотографиях видно все чудесно, замечательно, а для глаз, ну, не так, как на фотографиях. И ждем вспышку. И ждать, на самом деле, можно и час, и два, и три, и четыре часа, и пять часов. Потому что должно служиться множество факторов, как говорил нам Александр уже в предыдущих наших включениях. И я надеюсь, что нам повезет. В целом, у гостей часто возникает вопрос, когда небо чистое полностью везде, и не только здесь, но и куда бы мы ни перемещались вокруг, там, в пределах ста километров. А давайте поедем в другое место, вдруг там северное сияние лучше видно. Вот. Ну, это вопрос такой же, как мы видим солнце, так мы видим северное сияние, условно одинаковое, куда бы мы ни перемещались на небольшое расстояние. Первая задача – выехать от зоны освещения городской. Вторая задача – выехать в зону чистого неба безоблачного. И дальше уже можно, имея определенные показатели, так называемой космической погоды, ожидать северного сияния. Итак, у нас группа интернациональная. Откуда, давайте, из каких мест? Из Ирландии. Ирландия. Париж. Париж. Воронеж. Воронеж. Москва. Москва. Ну и Мурманск, конечно, с Александром. Ребята, как сегодняшнее северное сияние? Я знаю, что недавно, буквально вчера, вы видели похуже северное сияние, а сегодня как впечатление? Очень круто, но очень холодно. Очень холодно? Не ожидали, что будет так холодно? Нет. Ну, мы подозревали, но не осознавали степень. Советы туристам, которые приедут после вас, давайте они увидят это видео. Обращаться к Александру. Так, обращаться к Александру, еще советы. Одеваться теплей. Теплее, еще теплее, да? Одно термобелье, потом второе термобелье, а потом еще комбинезон. Но какое сияние они увидят, мы обязательно посмотрим вот прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин